Всем привет! Я иду краситься в салон. У меня корни очень отросли, и краска смылась. Я вообще хочу снова быть блондинкой. Не знаю, мне нравится мой цвет волос, когда я светленькая. Мне кажется, мне он очень идёт всё равно, кто бы что ни говорил. Но блондинкой мне идёт. Поэтому я хочу пойти покрасить, во-первых, корни и всё-таки блондинкой стать снова. Хотя я и так, в принципе, была блондинкой. Но немножко мне другой цвет сделали. Он быстро смылся, я вообще не понимаю. В прошлый раз я дала 7 тысяч за покраску, за стрижку, и этот цвет у меня быстро смылся за месяц. Нафига мне столько денег отдавать, чтобы я снова через месяц была блондинкой. Мне это не устраивает. Поэтому всё. Иду в парикмахерскую дешёвую, чтобы много денег тратить. Всё, я пришла с парикмахерской. Вот, мне покрасили всё. Нет ни желтизны, нет тёмных корней. В общем, я очень довольна. Мне нравится быть блондинкой, мне нравится мой цвет. Вот. И, не знаю, очень довольна. Девочки, сейчас пришла я на балкон. Короче, я, помните, прошлый раз ходила в салон красоты? Я дала там, ну, достаточно большую сумму денег. И, вы знаете, через месяц свет уже смылся. Мне это безумно не понравилось. Я решила в этот раз ходить в недорогую парикмахерскую. За всё, про всё отдала я 2 800. Кстати, я заметила такую одну вещь. Женщины более грубые. Мне кажется, только в суперэлитных, в суперлюксах, наверное, с вами там обращаются очень нежно, знаете, прям так тюсимусь. Я сегодня попала в парикмахерскую. Там были только одни ребята. Ребята, кстати, не русские. Ну, мне кажется, что это всё-таки с Узбекистана. Ну, это чисто моё такое наблюдение. Вот. И я заметила, что мужчины-парикмахеры, это как мужчины-врачи, очень нежные. Они спрашивают, а всё ли в порядке. Там он мне моет голову, не горяча ли вода, а не щепет ли краска, не больно ли, не горячо ли там кожа от фена, да. То есть много вопросов было, то есть комфортно мне или нет. Сколько раз ходил в салон красоты, и меня подстригали девушки и красили. Хоть раз бы спросили, как я себя чувствую. Мужчинам в этом плане всё-таки получше. Мне, короче, понравилось. Я буду туда приходить. Так, что я ещё хотела вам рассказать. Уже пришла в комнату сюда. Трасса наша тут построена от Робокара Поля. Ездит машинка. Хотела я ещё пойти погулять сегодня, но что-то уже не хочется. Настёнка тут у нас пыталась уснуть сегодня днём, не получилось, надо застелить. Да. Ой, хочу тебя как пришло. Улыбнись. И зубки свои показываешь, да, сразу? Угу. Сразу, скажи, свои зубки показываю, да? Угу. Загоревшая у меня такая девочка. Катюш, вот сюда, посмотри в камеру. Вот сюда, вот сюда, точечку. Такое лицо на весь экран. 15 июля, мой день рождения и шикарная погода. Вы, наверное, спросите, как я буду праздновать день рождения. Вот, никак. Сегодня у меня муж работает. Мы сегодня никак не планировали праздновать, потому что и друзья все работают. Мы поедем завтра на дачу к друзьям. У нас получается, у моего друга ещё, у нашего друга ещё получается тоже день рождения. 15 июля. То есть мы каждый год празднуем вместе. У нас такое, знаете, двойное день рождения получается. И вот мы поедем на природу. Очень боюсь, что будет такая же погода. Вот сейчас к нам ещё наши подружки придут. Они живут тоже в нашем доме. Две девочки. Закажу, может, пиццу, что-нибудь такое. И так посидим, детки поиграют. Вообще мы каждый день гуляем вместе просто. Ну, так как сегодня такая погода, гулять мы никуда не пойдём. А в гости можно сходить. Деткам нравится. Получается, четыре девочки очень хорошо общаются. Просто ливень. Вы, наверное, слышите. Это просто ливень. Это кошмар. Дождь такая романтика. Романтичная. О, мелькнул. Сейчас, наверное, будет гром. Вот такие вот цветочки красивые. В таком горшочке. Я не помню, как он называется. Вот это ерунда. Ну, в общем, надо полстаканчика. Раз в три-четыре дня туда заливаешь. И они, типа, дольше стоят. Когда вот в этом горшочке. Ну, не знаю, первый раз мне муж такие подарил. Посмотрим. Пахло просто обалденно. Жаль, что с погодой не повезло. Так бы, конечно, муж куда-нибудь съездили с детками. Просто погуляли на улице. Сидим дома. Вот так вот. И мои любимые конфеты Рафаэлла, которые я уже почти все умяла. Это мои самые любимые конфеты. Просто если я их... Если они у меня будут стоять каждый день, я их буду каждый день лопать. Я их обожаю. Сделала я своим девчонкам прически. Катюш, садись. Покажи свою косичку первую. Катюш, покажи маме. Повернись. Повернись попой ко мне. Нет? Смотрите, какие у меня есть... Что там? Первая наша косичка. Ну, смотрите, какие у меня лисинки. Видите? Угу. Какие профессионалы. Угу. А ну, дальше давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Не знаю, я как-то спокойно к этому отношусь, абсолютно не расстроилась, что погода нас подвела. Но вот все-таки деткам своим я буду каждый год делать праздник, чтобы они это запомнили, чтобы осталась какая-то память. А мне уже, старушке, так скажем, это не особо важно. У меня сегодня хорошее настроение, мне муж вчера подарил цветы, мне также он пополнил коллекцию моего браслета Пандора. Может быть, как-нибудь я вам его покажу, не знаю, если вам вдруг интересно. Может, фотку сделала в Инстаграм. Вот, так что мне собирает сам браслетик. Вот такие дела. И что-то я вам еще хотела сказать. Да, кстати, девочки, я еще заметила такую тенденцию, если я очень часто выкладываю видео, то просмотров меньше. Я подумала, почему бы мне не укладывать один раз в неделю видео, чтобы все смотрели его. Потому что очень многие пропускают какую-то информацию. Просто я понимаю, что у моих подписчиков нет возможности смотреть каждое мое видео. Это понятно, потому что у всех дела, работа, дети так же. Так что все это нормально, да. Но очень много вопросов поступает. Вот, допустим, я сняла новый влог, и мне люди задают вопросы. Ну, на эти вопросы я ответила, допустим, в предыдущем влоге. Да, то есть, как-то так получается. И напишите, как лучше. Все-таки реже выкладывать из, там, одно видео в неделю, да. Ну, может, два видео в неделю. Либо часто. Не знаю, я, в общем, тоже так в замешательстве буду думать. Очень много было поздравлений в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я сейчас его прорекламирую. Вот мой Инстаграм. Я уже новую фоточку выложила. Очень много было комментариев. Очень много было поздравлений в ВКонтакте, в Инстаграме. Просто огромное-огромное вам спасибо за ваши приятные слова. Мне очень-очень приятно. На этом закончу свое видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok